всем привет рада видеть вас на своем канале и вот такие ручки сегодня у меня на коррекции работа моя здесь покрытию полтора месяца здесь всегда все замечательно носится вот есть такие ручки на которых всегда все хорошо носится хотя я спрашивала у этой клиентке у тебя и раньше хорошо носилось покрытие у других мастеров она нет вот других мастеров всегда были сколы по углам всегда были отслойки но я так подозреваю что там было укрепление базой здесь все-таки вот ногти любят твердый материал и этот твердый материал носится хорошо прочно никаких отслоек не со стороны свободного края не со стороны кутикулы нет единственное бывают проблемы когда она где-то чем-то стукнется и приходит либо с отломанным ногтем либо наполовину отломанным либо с такой хорошей отслойкой со стороны кутикулы характерно для того когда ногтем куда-то втыкаешься а так все замечательно все хорошо убираю старый материал убираю длину и также убираю сразу лишние с внутренней стороны я имею ввиду натуральный ноготь который там абсолютно не нужен и толщину далее пилочка убираю углы на работе у нее не позволительно находить с длинными ногтями что не скажешь о том покрытие с которым она пришла да все таки когда покрытие отрастает ногти становятся длинными поэтому с теми условиями которые она работает на работе логично что она будет приходить раньше на коррекцию но вот так вот случается когда она делает новые ногти они хорошие коротенькие никто на это внимание не обращает но когда они отрастают но они же отрасли я же ничего с этим сделать не смогу вот пойду на коррекцию будут опять коротенькие в общем такой диалог происходит всегда и собственно пришла на на коррекцию немного она в этот раз всегда надела такие квадратные овалы условно назовем эту форму а в этот раз захотела форму ближе ковалом так как даже квадрата на работе уже запрещено отодвинула кутикулу от обязательно пилочка прошла по той части ногти где отрос старый материал где открылся натуральный ноготочек отодвинула кутикулу открыла под кутикульный карман и теперь фрезой прочищаю на форварде слева на реверсе справа есть час не ускоряла видео работаю с той скоростью на видео с которой я работаю в обычной жизни ведь по сравнению с ускоренным режимом фреза так медленно плавненько работает но я не скажу что я прям долго работаю буквально вот два прохода я не делаю по тысячи проходов буквально два таких хороших качественных прохода под кутикульный карман открыт все прочищено и кутикула приподнята для среза обязательно прохожу щечка фрезы справа налево от этого кантик кутикулы выворачивается и приподнимается здесь зависимости от угла постановки фрезы можно приподнять кутикулу для среза фрезой шар то есть практически вывернуть а можно приподнять для среза ножничками далее фрезой шар я работаю на скорости 35 тысяч оборотов но это кутикула достаточно плотненькая тугенькая не склонна к ранениям к поранить конечно же можно но при тех движениях которые я привыкла делать ее не поранишь есть вот ручки на которые мне кажется только посмотришь уже идет кровь эти руки к таким не относятся поэтому здесь делаю скорость побольше 5000 оборотов и работаю не спеша таким вот проглаживающими движениями я срезаю кантик кутикулу сначала прошла по внутренней части а далее уже срезаю саму кутикулу и шлифу кожу вот такой маникюрчик получился маленькие аккуратненькие ноготочки клиентка недовольна хочет она длинные ногти но ничего не поделаешь почесала себе руку горит но чешу ты слава богу перекрываю ногти базой наношу грунточный слой базы втираю материал в поверхность далее гель от космопрофи в оттенке light бежевый гель клиентка без ума от бежевого оттенка он ей нравится в первую очередь тем что он незаметный на ногтях но у космопрофи все равно вот как-то более выражен пигмент а у маэстронелс бежевый оттенок вот он прям точь-в-точь как ее ногтевая пластина но у меня не было этого геля я его заказала он уже сейчас мне пришел поэтому следующая коррекция конечно же будет с маэстронелс бежевым оттенком это также линейка от космопрофи но немножко другие там пигменты добавлены и гели совсем совсем чуть-чуть но отличаются по оттенку и именно в данной клиентке прям хорошо заметно но пока делаю выравнивание бежевым гелем от космопрофи далее наношу тоненький слой базы вернее это база для растекания от борн-притис алиэкспресс ссылочку оставлю в описании и по этой базе белым гель лаком делаю разводы дизайны тоже не особо приветствуется на работе можно что-то такое неброское незаметное вот собственно незаметный мрамор мы сейчас делаем чтобы она горит чтобы я близко смотрел на свои ногти я все видела радовал дизайн но руководство допустим на расстоянии двух-трех метров от меня видим мои руки ничего не заметила но собственно стараюсь сделать такой мрамор очень мало наношу белого гель лака по базе для растекания он не растекается становится еще более незаметным и собственно добавляю такие вот участки которые характерны для мрамора немножко жду чтобы они растеклись и отправляю в лампу далее белым гель лаком очень тоненькими линиями делаю прорисовку этого мрамора все-таки мрамор это же не просто расплывшиеся белые пятны вообще цветные пятнышки мрамор то бывает разного оттенка но и такие прям вот характерные четкого цвета контрастные тоненькие прожилки линий трещинки не знаю как это назвать их сейчас рисую рисуют трясущейся рукой где-то вытягиваю где-то нет в общем декорирует так дизайн как считает как подсказывает мне моя фантазия перекрываю все ногти топом без липкого слоя ну и собственно дизайн готов вот такой безумно нежный натуральный естественный маникюрчик получился надеюсь вам тоже понравилось если это так жду от вас лайк такие прям насыщенные дизайны многим не нравится все сразу пишут мне не нравится я бы такое не сделала но вот такое надеюсь понравилось спасибо что были со мной до конца у меня на сегодня все всего доброго хорошего дня